Врочаще поднависло на берегу реки Чепси. В нескольких братских могилах захоронено около 2000 воинов, 30-й Иркутской дивизии, 26-го пограничного полка НКВД, неизвестных солдат и офицеров. Сюда 10 мая приехали православные христиане, чтобы почтить память героев. Есть традиция возлагать цветы к могилам солдат, но куда выше для усопших совершение божественной литургии на месте скорби и подвига? Мы даже не представляем себе, как свята эта земля, потому что кровь освящает и нам дает возможность не забывать тех, кто здесь свою кровь пролил, чтобы мы здесь с вами помолились о упокоении. Защитников нашего Отечества. В Часовне на этом месте была отслужена литургия пасхальным чином. За богослужением пели молодежь и казаки. За литургией многие причастились к святых христовых таинствам. Литургия – это великое таинство любви Бога к человеку для христианина является центром духовной жизни. Священномученик Серафим Звездинский сравнивал божественную литургию с розой, самой благоуханной среди цветов, с бриллиантом, самым ярким среди драгоценных камней. Там, где совершается божественная литургия, запомните незримый столб света до небес. И вот сегодня место, орошенное кровью наших защитников Отечества, осияло это светящееся, восходящееся к небу потоком света благодать Божия. И мы с вами были ее участниками. Христос воскресе! Вместе и едины были все – взрослые и дети. Христос воскресе! Воисту воскресе! Затем была общая трапеза. Варили солдатскую кашу, пели песни, радуясь победе над смертью, победе русского оружия над врагом. Но самая главная победа, объединяющая нас, – это победа Иисуса Христа над смертью, Его светлое воскресенье. Как важно участие молодежи в таких мероприятиях? У них останется на всю жизнь память о подвиге наших воинов-героев. Россия! Россия! В этом слове огонь и сила! В этом слове победы пламя! Понимаем фразы и злога!